Придет человек в больших грязных сапогах с большим газовым ключом. Какой-то такой возрастной колдырь. Подтопили там, по-моему, 3-4 квартиры. О, к этому я не был готов, конечно. Это достаточно занимательно. Давайте для начала разберемся, что это. Добрый день, меня зовут Евгений. Я в профессии сантехника уже около 12 лет. Начинал свою карьеру в городе Москва. Считаю себя сейчас достаточно хорошим специалистом. Меня зовут Антон. Работаю я сантехником, являюсь частным мастером. Работаю в городе Санкт-Петербург. Три главных характеристики хорошего сантехника. На первое место ответственность. На второе, наверное, профессионализм. А на третье я бы взял какую-нибудь генетическую предрасположенность. Знаете, кто-то с детства руками может заниматься, а кто-то больше с уклоном в гуманитарные отрасли. Вот я с детства замечал, что мне нравится мастерить. И в конечном счете это нашло свой отклик. И я применил свои рукастые умения, скажем так, в освоении сантехники. Сообразительность. Должен присутствовать опыт. Без опыта, к сожалению, работа сантехником достаточно сложна. Потому что мы живем в веке инженерии. Очень много всяких систем встроенных, всяких салолифтов и всего прочего оборудования, которое требует специальных навыков при монтаже и ремонте, обслуживании. Почему выбрали профессию сантехника? Я ее не выбирал. Так сложилось. Так получилось то, что у меня лучший друг работал сантехником. И переехав в Москву, мы пошли по этой профессии. Не могу сказать, что это целенаправленный мой выбор. Тут больше фактор вмешательства в мою жизнь друзей. У меня есть хороший друг Андрей, который до меня начал осваивать все эти прелести сантехнические. Делился успехами, в том числе и финансовыми, и прочими. И я еще изначально думал о том, что услуги – это очень неплохая почва для финансового благополучия. И поэтому все свои неудачные проекты, я пробовал магазин открывать даже по спортивному питанию. Пробовал в этой сфере развиваться. Это все увенчалось не очень удачно. И я, в конце концов, посмотрел на него, переключился на эту отрасль. Ну, конечно, не без стернистых всяких путей. У меня там и наставничество было не очень удачное, где я был предан даже пару раз. А в конечном счете мы с ним такой небольшой альянс образовали и начали вместе заниматься. До тех самых пор, пока у меня не пропал страх одному работать в сантехнике. И я уже переключился на самостоятельную работу. Где вы учились на сантехнике? Я самоучка, в принципе. Потому что конкретно этой профессии научиться нигде нельзя. Все приходит с опытом. Были какие-то курсы у меня, но в основном это постигалось за счет как раз наставничества со стороны людей, которые меня обучали. Где берете информацию, когда возникают вопросы по ремонту? Ну, сейчас приходится рассчитывать на свою интуицию, немножко удачи и, разумеется, интернет. То есть не стоит стесняться в случае какого-нибудь суперэкстраординарного смесителя, у которого вместо двух выводов там 21. А помимо инструкции обратиться в гугл и посмотреть, куда вот все эти 19 остальные подключаться стоят. Знаете, тонкая грань страха и любопытства. Ты лавируешь, лавируешь и в конечном счете что-то да получится. В основном, конечно, это все на опыте. То есть, допустим, там приходит какая-нибудь душевая встроенная система, допустим, как это недавно было. Дорогая, полмиллиона стоит, без особых обозначений, причем английская. Вся информация, соответственно, на английском языке. Но уже по опыту ты понимаешь, что тебе нужно найти, какая тебе информация полезна, какие метки что обозначают. То есть, это уже прям просто на опыте. То есть, да, если изначально человек, который ни разу такие системы не ставил, он столкнется с большими проблемами и, скорее всего, это сделает неправильно. Потому что мы много переделываем, очень много. У нас процентов 70 – это переделки. И причем переделки на таких объектах, где, в принципе, люди денег жалеют и очень дорогие ремонты. Мы столько дорогих ремонтов разрушили. Страшный сон сантехника. Очень жестокий засор канализации. Наверное, самый страшный сон. И такой старый-старый. Наверное, остаться без работы. Несмотря на то, что бывают ситуации просто, которые заполняют себя по пояс всевозможными нечистотами, но остаться без этих нечистот куда более пагубно, чем работать в таких условиях. Один инструмент, без которого не обойтись. Ну, безусловно, это руки. Ну, наверное, самый главный ходовой инструмент – это разводной ключ. Это разводной ключ. На каких инструментах можно сэкономить, а на каких лучше не стоит? На инструменте нельзя экономить. То есть на электроинструменте можно и сэкономить. Здесь, допустим, опять же, кто по каким направлениям двигается. То есть если ты двигаешься по направлению, где много черновых монтажных работ, то есть там много штрабы, много болгаркой работает, то да, там хороший электроинструмент важен. Те же даже шуруповерты, они важны, чтобы там долго заряд держали и все прочее. Конечно, достаточно мощные, чтобы… Вот если человек двигается, допустим, по замене смесителей установки унитазов, то ему, соответственно, инструмент не особо, там, две дырочки сделать в полу. Любой перфоратор сможет, даже самый там дешевый, простой. То есть тут надо уже отталкиваться, вот по каким направлениям конкретно двигается человек. Конечно, качество сплава у ключей должно быть хорошее, потому что нередки случаи, когда они просто отламывались. Поэтому я даже не знаю, стоит ли экономить на этом, потому что все важно, безусловно. Ну, за исключением отверток. Отвертки можно менять, как перчатки. И перчатки можно менять, как перчатки. Какие модернизации инструмента делали? Сейчас можно приплести весь доступный инструмент. Разные категории, от дешевого до дорогого. Поэтому нет необходимости такой. Ну, мое изобретение, о котором я горжусь, оно максимально тривиальное. Это мне помогает откручивать смесители, обычный трубчатый ключ с засунутыми туда плоскогубцами. За счет хорошего рычага мне удается очень легко сорвать. А в плане творческой изобретательности, ну, я ничего не делал, потому что, мне кажется, все можно найти. То, что благоприятно позволит там демонтировать, монтировать и все так далее. Продвигаете себя в соцсетях? Какое-то время я этим вопросом занимался, но сейчас, в принципе, много агрегаторов, таких же, как в такси, да, наподобие, где можно брать заказы. И это выходит дешевле, чем собственное продвижение. Нет целесообразности пока что в этом. Вот единственное, что у меня есть, это как раз площадки, на которых я размещаю свои объявления, которые по истечению времени дали мне уже прирост своих клиентов. И то есть, не имея прямой рекламы, а пользуясь сарафаном, я как бы имею заказы. И мне не надо там сильно где-то отсвечивать в просторах интернета. Частично мы всегда на связи с друг другом. То есть, кто давно работает, мы друг друга достаточно хорошо знаем. У нас большой квак общения, типа как своего сообщества. Созваниваемся, то есть, общаемся. Ну, вот есть маленькая комьюнити моих близких друзей, сантехников, так уже заведено было, где мы, конечно, делимся опытом, фотографиями, казусами всевозможными. А на каких-то площадках, прям профессиональных, я не состою. Смотрите блогеров-сантехников на YouTube? Да, смотрю многих. Обязательно. Потому что век живи, век учись. Всегда просто совершенствующиеся. Какие-то новые материалы выходят, новые технологии. Поэтому приходится смотреть обязательно, приходится читать. Но не скажу, что я со всеми всегда согласен. Добродушного только смотрю, потому что он более-менее, как бы, с моей точки зрения совпадает. Могу там попалить YouTube, посмотреть сантехников наших знаменитых. Вежливого сантехника. Добродушного. Главный стереотип о сантехнике. Стоит благодарить укоренившемуся стереотипу сантехнику – это местную фауну ТСЖ. Потому что, как правило, поток заказов идет после как раз этих мастеров ТСЖшных, которые приходят, там могут что-то подпортить или накричать на клиента. И в конечном счете как раз создается впечатление, что это какой-то такой возрастной колдырь с какой-то холерой жесткой, которая единственное, что умеет, это ругаться там и дышать перегаром. И, как правило, даже были моменты, что меня так встречали уже с некой опаской такой, прям смиряли взглядом и смотрели там, и пахнули, я не шатаюсь. Но приходилось их разубеждать своим мастерством. Главный стереотип, наверное, с советских времен остался еще. Придет человек в больших грязных сапогах с большим газовым ключом, обязательно с запахом перегара, соответственно. Вот и за бутылку, грубо говоря, беленькой все сделает. Вот такой стереотип у людей до сих пор. Что самое сложное в работе? Самое сложное все продумать, особенно в инженерных системах, когда собираешь с нуля, допустим, тоже отопление. Продумать так, чтобы это было обслуживаемо, да, чтобы люди потом не страдали, чтобы там не приходилось вырезать, допустим, как сейчас вот модно все делают, полипропиленом, без разъемных соединений. И потом приходится это все вырезать, перепаивать, эту систему сбрасывать. Нет запорной арматуры, как правило. То есть много-много проблем из-за этого. Как бы человек экономит на стадии монтажа, но на дальней дистанции он заплатит дороже. Ну, удивление, самое сложное в моей работе, то, что не особо относится к ней, не имеет прямого представления, это езда. Это поездки на заказ, которые могут даже доходить до часа времени, то есть ожидания в пробках, это также утомляет. Что, кстати, не берется в расчет при оценке работы клиента. Знаете, можно встретить такие фразы, как «да там пять минут прикрутить, все, приехать, что вы там хотите за это, там полторы тысячи рублей». Ну, мало кто понимает, что ты до этого просто полтора часа в пробке стоял, чтобы человеку поехать помочь. Бесит передвижение по городу, потому что очень много приходится передвигаться, очень много. Если не сантехника, то? Мне кажется, просиживать штаны в офисе. Для этого не нужны никакие навыки, а кроме сантехники я ничего и не умею. Если, допустим, брать 10 лет назад, то на тот период, допустим, программирования не так у нас особо востребовано было. Стремления были туда, но, к сожалению, на тот момент это не котировалось. Электрика, автослесарка. Ну, это все такие работы, где можно заработать денег, но разбогатеть на этих профессиях невозможно. Соответственно, это просто для жизни можно заработать, гасить текущие расходы, плюс-минус относительно нормально жить, по сравнению, допустим, если брать работников, магазинов, связных и все прочее, которые получают плюс-минус 50 тысяч, ну, да, конечно, мы по сравнению с ними зарабатываем неплохо. Часто вызывают по пустякам? Часто. Очень часто. По мелочным проблемам очень часто. Пустяки, можно сказать, мой основной источник дохода. Ну, конечно, со временем они становятся пустяками. Если отмотать историю в начало моей карьеры, то те вещи, которые сейчас я считаю пустяками, до этого были прям настоящим вызовом моему мастерству. Знаете, там какая-нибудь обвязка потечет в ванне, ты судорожно ищешь там какие-то решения, что там может течь, пока едешь на заявку. В последствии, как бы, опыт растет, и уже все становится намного проще. И в конечном счете, основной костяк заявок у тебя, в принципе, состоит из таких простых заданий, которые ты можешь, ну, условно говоря, закрытыми глазами сделать. Что сказать клиенту, который знает лучше? Желательно, конечно, согласиться, потому что, когда начинаешь перечить, начинаются жаркие споры. Поэтому проще согласиться, сказать, да, 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 хорошо, я учту ваши предпочтения. Ну, сказать ему «до свидания». Все-таки поток заявок позволяет мне выбирать из того, что есть, получше, где клиент поадекватнее. И я, вот, честно говоря, не привык тратить время на какие-то споры. Все-таки мне нравится, когда у нас разговор складывается в понимании уважения, доверия, и можно таким образом прийти к решению проблемы, которую он предлагает. А когда тебя начинают учить и говорят, как лучше, как надо, то тут невольный вопрос появляется, а что ж вы сами не сделаете? Не буду вам мешать, всего доброго. Нужно долго учиться, чтобы стать профи? Я думаю, где-то не меньше лет 6-7. Думаю, что абсолютно не нужно долго учиться. Можно начинать с чего-нибудь легенького, маленького и постепенно, так сказать, расширять багаж знаний, беря более сложные какие-то заявочки. Начиная с каких-нибудь установок смесителей или арматуры, то тут, мне кажется, достаточно какой-нибудь единичной демонстрации, чтобы уже понять принцип и сделать все спокойно. Ничего сложного нет. Зарплата соответствует вложенным усилиям? Бесспорно, даже превосходит их. Сколько может зарабатывать мастер? 120-150. Ну, начинающие тоже где-то около 80-100 могут заработать при желании, соответственно. Бывают такие серии дней, где заказчики постоянно отказываются. То есть и такое бывает, и холостые катания бывают. Поэтому тут месяц на месяц, день на день не приходится постоянно. Ну, частникам в этом плане, наверное, больше повезло. Там у них не фиксируется зарплата работодателям, и проценты никому не надо отстегивать. Там, мне кажется, можно, ну, 150 спокойно поднимать. Самый глупый вопрос от клиента. Вы сантехник? Выключить боль, выключить воду от системы городской. Потому что сами люди этого сделать не могут, три крана перекрыть. Для нас это глупый вопрос. Мы даже по телефону объяснить не можем, как это сделать. Портрет среднестатистического клиента. Ну, в подавляющем большинстве это какие-нибудь молодожены, которые переехали, переехали в новостройщики, халтурно сделанные, и пытаются эти косячки исправить за счет наших усердных мастеров частных. Ну, то есть молодые пары. Вы консультируете по телефону? Обязательно, конечно. Да, безусловно. То есть доходит до того, что какой-нибудь клиент, которому я полгода назад что-то сделал, уже успел благополучно забыть, его звонит. Антоха, привет, как дела? Ну, я, разумеется, конечно, так же добродушно отвечу. И там какие-нибудь вопросы спокойно могут возникать. Там, какой тип трубы, какой бойлер лучше, выбрать. Или чаще всего подскажи фирмы смесителей, которые ты бы поставил. Ну, вот такого типа. Разумеется, деньги я за это брать не буду, а со всей своей добротой сердечной помогу с удовольствием. Ну, только никогда у меня руки в грязи. Нужно ли готовиться перед приходом сантехника? Ну, если сантехник хороший мастер, специалист своего дела, то он придется с совсем необходимым инструментом. Поэтому инструмент готовить смысл никакого нету. Опять же, какие виды работ? Если, допустим, там, у вас там замена унитаза, там, да, там, замена сифонов, всяких смесителей, да, надо подготовить, там, тряпочки, какую-то емкость, чтобы, если что, водичку собрать. То есть, в принципе, все. Конечно, приятно заходить в чистое помещение, потому что бывает, и иногда бахилы одеваешь, чтобы не испачкаться. И такое бывает. Если они подготовят, то это будет приятный сюрприз. Я не применил дополнить, что отлично, пол работы уже сделано. А многие, ну, либо еще, не многие, а, в принципе, какой-то костяк людей не парит. Просто вот нагроможденное белье, там, везде всякие склянки, бутылки. И, пожалуйста, ныряйте туда, отодвигайте, что хотите. Но претензий к этому нет. Спокойно можно как раз заняться этим. Меня это ни капли не беспокоит. А приятным бонусом будет, если человек без какого-то предварительного разговора сам приготовит себе какие-то необходимые вот эти бытовые приборы, которые позволят себе быстрее, легче, чище произвести свою работу. Часто получаете комплименты и благодарности о проделанной работе? Да, безусловно, часто. Потому что к работе отношусь с душой и пытаюсь человеку помочь так, как если бы делал у себя дома, либо у родителей. Комплименты, они даже могут быть не словесными, а даже выражаются путем того, что клиент сам тебе потом звонит еще. Безусловно, это льстит. Но не так сильно, как чивы. Были ошибки в начале карьеры? Откручивая что-то супер ржавое, нередко можно просто разнести еще что-то по соседству. Там вместо гайки у тебя труба лопнет. Вместо туалета, арматуру ты будешь откручивать, локтем заденешь раковину, которая не прикреплена. Она просто упадет, и ты поедешь за новый, за собственный счет. То есть косяки, разумеется, есть, как и в любой работе. И самое главное – это урегулировать, не ссориться с клиентом, и в случае чего быть готовым, ну, понести материальную ответственность. Потому что у меня в приоритете не деньги, а репутация. Ну, потому что от репутации зависит деньги. Прям мега ужасных ошибок у меня не было, прям мега. Мы переделывали коммуникации с переносом коммуникации, соответственно. Работа достаточно тяжелая, сложная. И работа с чугуном. И чугун надо было частично демонтировать. И кусок чугуна упал в стояк. И в стояк засорился. И подтопили там, помню, 3-4 квартиры. Стала пробка, у всех из квартир это все начало выходить. Ну, решили этот вопрос, как бы. Ну, это рабочий момент. От этого никто не застрахован. Мне надо было закрепить чашу на инсталляции. Для этого надо было отрезать трубы нужной длины. И я почему-то подумал, что на инсталляцию чашу можно навесить, предварительно не закрепив винтиками. Ну, и спокойно ее засунул, пошел там вымерять. И в один момент слышу звук просто вдребезги разлетающегося фаянса. Ну, я так медленным шагом захожу в санузел. И смотрю, что да, моя чаша превратилась просто в месиво стеклянное. Ну, и там уже не было никаких мыслей склеить или что-то. Спокойно едешь в магазин, за свои деньги покупаешь. Это уже было ближе к десяти вечера. Засор унитаза. А засор унитаза – это своего рода лотерея. Ты можешь либо расправиться с ним буквально секунд за 30, либо можешь встрять. Ну, мне тогда интуиция подсказала, что можно сорвать неплохие деньги по ночному тарифу. После этого случая интуиция перестал доверять. И поехал. Поехал я там тоже далеко, хоть и ночью ехал 45 минут. И встретил меня прям советский унитаз с чугунными трубами. Все в лучших традициях хручевок. И там как раз засор, как клиенты сказали, что он буквально сегодня появился. Но по содержимому я понял, что там запасы были просто недельные. И есть один метод, самый такой банальный, самый простой. Это создать гидроудар просто бутылкой, у которой дно будет срезано. Ну, и я, конечно, уже подготовился предварительно. Начал там фонтаны все эти источать ударами. И вода вроде как начала даже уходить. Начала уходить. Я приободрился. Думаю, что все, конец близок. Всего лишь 5 минут поработал. Но она как-то уходила странно. То есть потом возвращалась. Ну, вода я условно говорю. Конечно, там не вода была. И, в общем, я вот этот монотонный труб прогоняю, прогоняю минут 10. И решил немного отдохнуть и взять тряпок протереть. Потому что там уже хаос начал твориться. Оранжевого цвета. И захожу в ванну и понимаю, что там у них канализация с открытым раструбом. И все, что я пытался протолкнуть в стояк, оно просто в ванну выливалось. Настолько, что я просто в щиколотках по воду был. И запах, конечно, вообще как в конюшне стоял. И самое главное, что клиенты совершенно лояльно отнеслись. Типа, ой, да, да, господи. Ну, знаете, вам простынок там. Просто огромное количество белья. И уже ты приехал вроде на засор. А в конечном счете это просто убираешь. Простынями вот все то, что развел. Просто бесконечное. И к придаче ко всему добавлю, что в итоге метод-то не сработал. Пришлось снимать этот унитаз, все прочищать руками. И в конечном счете засор поддался. Удалось его ликвидировать. Клиенты остались довольны. Их слово комплиментов как раз потом пригласили меня на то, чтобы вот этот антиквариат заменить на современную инсталляцию, на современные трубы. И в конечном счете это принесло мне хороший заказ. Ну, памяти осталось, конечно, такие неприятные ощущения. Особенно, когда в машину садишься, вот весь в этом. Сколько колец вы находили в сливе? За всю практику два. Один случай точно целенаправленно вызывали, достать кольцо. А второй случай, да, нечаянно находил. Все было возвращено, соответственно. Были случаи, но были случаи не по чистой случайности, а когда клиент целенаправленно говорил, что у меня упали кольца, помоги мне достать. Благо они и дальше сифона не уходили, и было можно беспрепятственно их достать методом демонтажа. Штучки три на моем счету точно есть. Что еще находили в стоке? Памперс. В анализационной трубе просто был памперс. Это удивительно. В том плане, то, что они затопили там этажа три, по-моему, из-за памперса просто. Не знаю, как кто додумался спустить в унитаз памперс. Серьги. Делят серьгами второе место ушные палочки. А закрывает этот список, конечно, комбия волос. Как пройти огонь, воду и медные трубы? Ну, мне кажется, целеустремленность и терпение. Трубодур и сантехник – это разные профессии? Ну да. Немножко. Что делать, если трубы горят? Тушить. Тушить срочно. Почему у труб круглое отверстие? Ох, к этому я не был готов, конечно. Ну, на самом деле, мне кажется, до монального просто. Сток воды лучше будет за счет круглого отверстия, меньше засоров. Проходимость выше. У труб не отверстие, у труб диаметр. Вы встречались в канализации с черепашками ниндзя? И не только. Там много разных животных. Я встречался в канализации с кое-чем похожим. Вантус устранит засоры в голове? Ну, мне кажется, засоры в голове у нас лучше устранит психотерапевт, а Вантус лучше использовать по назначению. Ну, если только там вакуум. Вы принимаете духовный сан, чтобы стать сантехником? Давайте для начала разберемся, что это. Нет. Сантехники носят штаны-трубы? Мне кажется, в эпоху 90-х точно. Я думаю, что какие-то определенные люди, да. Чем отличается сантехник от человека-амфибии? Отсутствие жабр. В остальном они идентичны. Человек-амфибия – это, грубо говоря, рожденный в воде. Нам приходится с водой работать. Что больше всего любите в своей работе? Инженерную часть, где ты и архитектор, и конструктор, все проектируешь, все сам разрабатываешь. Это достаточно занимательно. Совет начинающим сантехникам. Посоветовал бы запастись терпением, не ждать в скором времени успехов финансовых, планомерно идти, постигать эту профессию, обзаводиться опытом. Если это будет нравиться, то это будет неплохим толчком к будущему развитию, к становлению себя как хорошего мастера. И, как известно уже, при хорошей репутации она уже будет работать на тебя, приносить тебе доход, удовольствие и радость жизни. Продолжение следует...